Не дня покоя. Жители улицы Агалакова пожаловались на лофт в пространство, которое открыли прямо в жилом доме. Нервы челябинцев уже на пределе. Ведь, по их словам, в заведении каждый день проводят шумные вечеринки. Да так, что грохот слышен за несколько этажей. Как комментируют претензии в свой адрес сами бизнесмены, расскажет наш корреспондент. Звучит музыка По словам жителей дома, в заведении нет никакой звукоизоляции. Тем временем в самом пространстве заявляют, что соблюдают закон о тишине. И даже старались вести себя потише с часу до трех, чтобы дети в доме могли поспать. Тем не менее, челябинцы считают, что подобные заведения должны находиться в отдельных зданиях и требуют закрыть точку. Шумно в минувшие выходные оказалось и в Магнитогорске. Пьяная женщина устроила дебош в ломбарде и пообещала его сжечь. Я подожгу вас в магазин. Вот свидетели все. Я вас в магазин. Как выяснилось, дамочка купила там телефон, но уже через 15 минут вернулась и потребовала замены. Ей отказали. И тогда она разбила смартфон и закатила скандал. Успокаивать ее пришлось частным охранникам. А этот челябинец пришел в магазин с ножом и принялся угрожать персоналу и посетителям. Все произошло на улице Кирова. Обезвредили его частные охранники. Те убедили его бросить нож, пока никто не пострадал. Нарушителя увезли в полицию. Напугал странный челябинец и жителей Тополиной аллеи. По словам местных, мужчина в зеленой жилетке под разными предлогами подходил к детям и пытался с ними поговорить. Якобы кому-то показывал что-то на телефоне. Кого-то просил поискать с ним велосипед. Полицейские сразу приступили к поискам подозрительного человека и уже вскоре нашли. По данным ведомства, противоправные деяния выявлены не были. А это видео было снято в Ленинском районе. Там подростки решили испытать на прочность апрельский лед. Ладно, вот мелкая девчонка ходит. Но эти-то... Видео было снято на пруду «Девичьи слезы». По словам его автора, лед там настолько тонкий, что прогибается под ногами. Но детей это, видимо, только позабавило. Устроили странные игры и эти школьники. Подростки решили провести краш-тест арендованным электросамокатом. И с разгону принялись врезаться в сугроб. Очевидцы предполагают, что после подобных игр родителям хулиганов могут выставить штраф. А эти подростки вовсе взялись за молотки и разбили старенький «Пежо». По данным 74.ru, машина принадлежит 69-летнему мужчине. Вот так она выглядит после пакостей хулиганов. Зачем им это было нужно, предстоит выяснить полицейским. Оперативники приступили к поискам школьников. В городе Куса поймали 28-летнего жителя Златоуста, который украл чужую машину для продажи на запчасти. Похищенным оказался этот ВАЗ. Его владельцем был 20-летний парень, который оставил машину на парковке, а потом ее не нашел. Полицейские быстро задержали подозреваемого в краже. Нашли его в Кусе, он был пьян. На допросе объяснил. Проник в салон через незакрытый багажник. Завел двигатель и уехал. Хотел потом спрятать машину, разобрать и продать по частям, но не успел. Молодой мотоциклист без водительского удостоверения решил поиграть в догонялки с полицейскими Кыштыма. Сотрудникам ГИБДД и патрульно-постовой службы удалось перехватить лихача. Им оказался 18-летний юноша без водительского удостоверения. На парня заведены административные материалы. В Сосновском районе мужчина приехал за покупками, оставил ключи в заведенном авто и пошел в магазин. Когда вышел, машины не было. Полицейские задержали предполагаемого угонщика. Он житель Чебаркуля, ему 43 года. По его словам, он поссорился с подругой в селе Политаево и пошел гулять. А около магазина увидел открытое и заведенное авто. Решил, что это подарок судьбы. Когда приехал в Чебаркуль, машину поставил в гараж. На угонщика завели уголовное дело. Продолжение следует...